Добрый день, уважаемые зрители сайта «Народный контроль». Основным и приоритетным направлением деятельности нашей организации является защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц. Мы стоим на страже интересов каждого гражданина. В своих сюжетах мы озвучиваем проблемы и факты, которые заслуживают внимания общества. В общественную организацию обратилась гражданка Бычкова Александра Николаевна за помощью, в отношении которой были совершены действия с признаками мошенничества. Было обращение на действия национальной автомобильной компании «НакАвто», расположенной по адресу города Екатеринбург, улица Бебеля, 135А. Как известно, в последнее время на территории нашего города открылись многочисленные автосалоны, так называемые мультибрендовые, которые продают автомашины как новых, так и бывших в употреблении. Данный салон не всегда часы на руку, и их жертвам в основном становятся незащищенные слои населения. Пенсионеры, граждане снижены доходом, юридички неподкованные, неразбирающиеся в фитерсплетениях договорных отношений. Главная задача таких автосалонов – это получение максимально возможной прибыли, то есть вытягивание из покупателей всевозможных вариантов, всех возможных денег, всеми возможными способами. Продажа и обслуживание автомобиля является лишь инструментом для достижения этой задачи. Конечно, менеджерам стоит абсолютно безразлична ваша личная безопасность, личная ситуация. В общем, вы должны понимать, что официальный дилер, как и любая другая коммерческая организация, никогда и ничего не делает просто так, и уже тем более, что ей невыгодно. Грамотно лезть, умение сужить и аккуратно лицемерить. Такие же атрибуты хорошего продавца, как знание своего продукта и умение все делать быстро и четко. Здесь же они используют навыки психологии и даже техники НЛП. Иногда входят в тренинги сотрудников, то есть эти люди специально обученные, специально подкованные, проходят специальные этапы курсов, обучаются этим технологиям, как правильно преподнести до клиента информацию, как правильно ему транслировать ту или иную информацию и как это правильно отразить на бумаге. И зачастую то, что есть на бумаге, не соответствует тому, что на самом деле они об этом говорят клиенту. И таким образом, заботливый звонок менеджера через неделю после покупки с вопросом, все ли у вас хорошо, обычно поворачивается совсем в обратную сторону. Значит вот, сейчас проведем беседу с самими заявителями, которые обратились в нашу общечную организацию с жалобой на действия автословного накавта. Вот, скажите, пожалуйста, вкратце, как все это происходило? Приехал 26-го числа, просто попределился с ценами, посмотреть автомобили, выбрал Черри Тига 4-й за 628 тысяч 300 рублей. Предварительно, ну, предварительная цена у них стоит, это как в кредит автомобиль. Значит, с сотрудниками переговорили, не все показали, вроде как все нормально, все нормально. Но, чтобы оформить автомобиль, нужно сделать предварительно какие-то оформления документов для подачи заявки в банк на кредит. Подскажите, а саму машину вам показывали? Вот, вот, вот я сейчас к этому подойду. Значит, оформили, это с двух часов дня до пяти часов, мне здесь морожили. Потом сказали ехать за ПТС. С банка пока еще ответов не было. Приехал я домой, взял ПТС, заехал за супругой на работу, и мне тут звонок. Где вы катаетесь, вам уже кредит одобрен. Мы приехали сюда. Нас сразу, значит, повели в переговорную. Цена из 628 тысяч выросла почти в миллион 800. Вот, мы сразу стали, конечно, отказываться. Они, значит, нам сказали, в таком случае вы обязаны нам заплатить УДО. То есть, установку ДОП оборудования. 629 тысяч. А скажите, были в курсе, да, ваших доходов? То есть, знаете, сколько получаете в месяц? Какие ваши доходы, они были в курсе всего этого? Да, они настоятельно требовали, чтобы я указал сумму дохода 90 тысяч плюс подработка. Вот, что говорит. Ну, фактически вы являетесь пенсионером? Да, да, на пенсии. Фактически у меня мой доход, ну, около 30 тысяч зарплата и 16 пенсии. Того, получается, 46. Вот, и потом самое интересное-то и началось. Вот это вот 269 тысяч заплатите, иначе вы уйдете отсюда пешком. И еще нас с 7 часов промурыжили до пол-одиннадцатого вечера. Уехали мы только пол-одиннадцатого вечера, уже подписав документы на другой автомобиль, потому что уже, как говорится, мы не соображали уже, как говорится, что делали. Ну, хотя вот я смотрю, автосалон до 9 часов всего работает. Они сказали, что мы работаем до последнего клиента. Мне там плохо стало, он мне воды принес. И даже бы, вот я думаю, если бы мне приступ, не дай бог, случился, они бы перешагнули, и мы же все равно бы дообработали. У них была цель продать автомобиль, и вот они так с нами поступили. Я им говорила, посмотрите, какие мы старые, что у нас одна пенсия, мы просто не можем выплатить такой кредит. А им это безразлично было. А еще вопросик, еще вопросик. Вот подскажите, когда вам давали подписывать договор купли-продажи, они пояснили, что это действительно договор купли-продажи на вашу машину? Они объяснили, что это предварительные документы для подачи в банк заявления. То есть они вам не сказали, что вы подписываете договор купли-продажи? Нет, нет, нет. Он даже, когда подписал вот этот договор, я ему, я еще и говорю, он пришел, типа у них первый вариант не прошел, второй не прошел. Мы уже пошли домой ведь, все. Этот менеджер, как Никита, или кто, я не помню уже, как его зовут. Все, снимайте, говорит, да это все. Я говорю, да, все снимайте, все, закрывайте программу. Его вот этот главный менеджер позвал, его нету, нету, нету. Потом он выходит, меня зовет. Я захожу, он мне говорит, вот ваш муж тут подписал документ, вы нам должны 269 тысяч. И меня вот так все затрясло, я говорю, с каких херов, что мы должны выплачивать. Мы еще ничего не покупаем, мы просто пришли посмотреть. Я говорю, давайте я возьму эти бумажки, у меня дочь в прокуратуре работает. Я ей покажу. Он говорит, ничего со стола не берите, не имеете права. Пишите заявление, типа на директора. Я говорю, хорошо, давайте я напишу заявление, вы мне эти откопируйте. Он меня их схватил и вышел из комнаты. Вот нам такую ситуацию создал, мы вообще ничего не соображали. Вот видите, вот как происходит, вот как работают у нас менеджеры, которые продают автотранспортные средства. То есть возникает допрос, каким образом банки проверяют доходы клиентов, каким образом служба безопасности проводит проверку клиентов, предварительно согласовывая им необоснованные суммы кредитов. То есть здесь предположительно пахнет коррупционной мошеннической схемой. То есть это своего рода постановка задач руководством данной компании «Нокавта». И вот я думаю, что это не единичный случай. Люди страдают изо дня в день, и проблемы возникают на ровном месте. Значит, изначально они предлагали оформить договор трейдина, то есть замена старого авто на новый, с ним уже предоплатой. В итоге это вылилось в крупную сумму кредита, вылилось вообще в договор купли-продажи. И все, что было ретранслировано, и информация доводилась до клиентов, оказалась абсолютно ложью. Сейчас попытаемся зайти и поговорить с менеджером данного автосалона, который оформлял договор купли-продажи. Так, вот заходим в помещение салон, расположенный по этому адресу. Так, вот мы находимся внутри салона «Нокавта». Видим, что здесь у нас находятся транспортные средства для продажи клиентам. Здравствуйте, Свердловская региональная общественная организация «Народный контроль». К нам на сайт обратились гаражами, жалобой на то, что сотрудники данного автосалона осуществляют мошеннические действия, нарушение действующего законодательства. Это же общественное место, мы имеем полное право снимать. Какое общественное место? Вы же оказываете услуги по продаже транспортных средств? Да, у нас приказ генерального директора, что видеосъемка на территории осознанно запрещена. Ну, это приказ генерального директора. А есть федеральные законы, которые регламентируют СМИ, законы СМИ. Есть закон о федеральном законе об общественных объединениях, который... Мы здесь осуществляем... Здесь работает организация ООО «Светлые решения». Скажите, пожалуйста, менеджер здесь, который вам... Я работаю. Все, значит, мы готовим заявление в Генеральную прокуратуру и заявление в ГУИ МВД по Сырочной области. Мы берем камеру, но мы информацию до вас довели. А можете руководителя вашего позвать? Кого? Руководителя вашего позвать нужно? Я старший менеджер. Старший менеджер, да? Да. А скажите, пожалуйста, вот к вам обращалась эта женщина? Не могу знать. Не можете знать, да? Да вы же нам рассказывали сами вот эти два варианта про машину. Муж у меня выбрал. Выбрали основную беду. Да. Вы нам их вот даже и не показали. Он сказал, что там все установлено, дополнительно оборудование. Вот, значит, согласно информации, деятельность осуществляет у нас предприятие, которое называется «Общество с ограниченной ответственностью «Светлые решения». Вот есть устав данной организации, режим работы, информации о продавцах, книга отзывов и предложений.